Сегодня вы увидите 25 невероятных случаев, снятых на камеру. Вы знали, что скорпионы умеют менять цвет своего панциря? Все дело в том, что их экзоскелет чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Эта физиологическая особенность помогает им скрываться от хищников. Кстати, держит скорпиона, видимо, очень смелый человек. Природная стихия беспощадна ко всему, что встает на ее пути. 17 ноября 2019 года сильнейший град обрушился на солнечный берег Австралии. Только посмотрите на размеры градин, они очень большие. По примерным подсчетам, причиненный ущерб автомобилям и домам составил около 100 тысяч долларов. В Канаде рыбаки запечатлели медвежье семейство, переплывавшее местное озеро. В какой-то момент один из двух медвежат отстал из-за течения и начал тонуть. Косолапая мама плавала кругами, паниковала, но, к счастью, детеныш высунул голову из-под воды. Медведица подплыла к медвежонку, и он, забравшись к ней на спину, был доставлен до берега. Другой детеныш преодолел водоем самостоятельно. Как я рада, что все закончилось хорошо. Однажды мужчина, отдыхавший со своим другом возле дома, покормил одного енота. Вскоре этот наглый малый решил наведаться снова. Но в этот раз он привел своих друзей, чтобы полакомиться едой всем вместе. Британский изобретатель Ричард Браунинг побил мировой рекорд Гиннесса за самую высокую скорость в управляемом костюме с реактивным двигателем. Он пролетел перед пляжем со скоростью 137 километров в час, став самым настоящим железным человеком. Думаете, только котам нравится, когда их чешут по головке, а вот и нет. Утка по имени Белла по-настоящему кайфует от такого массажа. С каждым разом все больше удивляюсь, насколько дружелюбными бывают животные. Этот милый ретривер, ни капельки не боясь, так заботливо облизывает змею. Свидетелем этой сцены только и остается, что умиляться этим дружеским поцелуем. Мужчина стал свидетелем забавной ситуации. Он увидел, как молодой олень медленно и настороженно подошел к искусственному оленю, стоящему на опушке леса. Бедняжка, видимо, посчитал, что это настоящий соперник. Он резко боднул его, макет рассыпался. От испуга зверь со всех ног помчался вглубь леса. Теперь у него, кажется, психологическая травма. Бедное животное. 26-летний Даниэль из Рио-де-Жанейро ехал рано утром на работу и стал свидетелем шокирующей сцены. Когда вагон метрополитена подъехал к станции, десятки пассажиров, стоящие на перроне, начали яростно стучать в окна поезда. А после того, как двери открылись, люди, спотыкаясь друг от друга и толкаясь, словно стихийной волной ворвались в вагон, рьяно ища себе место. Девушка забыла закрыть одно из окон своей машины. И когда она вернулась ко вто, чтобы взять то, что забыла, ее ждал сюрприз. По салону бешено скакали пять уличных кошек. Гости при виде хозяйки машины бросились прочь. Кто-то сразу осмеливался выпрыгнуть в открытое окно, а кто-то метался к лобовому стеклу и другим окнам. Коты успели навести небольшой беспорядок в машине, но, к счастью, девушку это совершенно не расстроило, а наоборот, позабавило. Гигантская пыльная буря разбушевалась в Австралии и окрасила небо в красный цвет. В самом начале ветер дул со скоростью более 100 км в час, из-за чего пострадала местная частная собственность. Но, учитывая серьезность ситуации, им повезло, что ущерб не был куда больше. Когда ветер утих, абсолютно все вокруг было покрыто пылью, даже в домах. А на этом видео открывается вид на пыльную бурю с самолета. Ему едва удалось оторваться от этой страшной стихии. И еще одно видео с пыльной бурей. На диких пляжах Индийского океана близ города Онслоу в Австралии небольшая группа людей стала свидетелями пугающего зрелища. На их глазах произошло формирование громадной багровой пыльной бури и дождевых облаков. Все сопровождалось сильным ветром, дождем и направлялось вглубь океана. Если вы, так же как и я, раньше ничего подобного не видели, то ставьте лайк. Посмотрите, это же самое милое создание на планете! Маленький розовый скат! Готова поспорить, что этот малыш был бы отличным персонажем мультфильма, от которого все были бы без ума. Следующим роликом я навсегда развею мысли о том, что гусеницы бывают красивыми только после того, как перевоплотятся в бабочку. Вот смотрите! И напишите в комментариях, как считаете, это красивая гусеница или нет? Эти невероятные кадры сняты в национальных парках Танзании и Кении. На видео запечатлена великая миграция антилоп гну из парка Маса-Имара на берег парка Серенгетти. Интересный факт! Каждый год мигрируют более полутора миллионов антилоп! Эти ребята решили сделать доброе дело и спасти чей-то стоящий кабриолет от неминуемого затопления дождем. Они принесли большой навес и поставили его над машиной. Как часто из вашего поливочного шланга вместо воды вываливается лед? Что, думаете, такое невозможно? Смотрите, из этого шланга ровными, одинаковыми кусочками выскакивает лед, хоть подставляя стакан с напитком. Все дело в том, что зимой в нем была вода, которая замерзла. А весной запустили поток воды через него, который и выталкивает остатки льда. Это видео, пожалуй, самое умиляющее в этом выпуске. Посмотрите только, как нежится в объятиях кошка с попугайчиками. Они греют друг друга во сне и реально кайфуют. Настоящие лучшие друзья! Кто сказал, что кататься на гребне волны могут только люди? На побережье океана на видео сняли черных лебедей, которые демонстрируют поразительные серферские навыки на приливающих к берегу волнах. Девушка решила снять на видео завораживающее и красивое зрелище, штормящее море. Но в погоне за впечатляющими кадрами вышло так, что беднягу не слабо окатило водой. Следующее видео не для слабонервных. В такой страшной ситуации никому не пожелаешь побывать. Люди находились на работе в офисе многоэтажного здания. И вдруг началось землетрясение. В это сложно поверить, но вы сейчас действительно видите, как кошка подносит к своей миске с кормом мышь. Кажется, она решила поделиться своей едой с маленьким зверьком. Посадив мышку к пище, она начинает кушать, показывая, что есть мышку она не собирается. Возможно, киса принимает мышь за своего котенка. А что думаете вы? Невероятно огромное количество петухов и куриц, кажется, решили побить рекорд по количеству особей, участвующих в марафонском забеге. На их фоне миграция антилоп гну кажется не такой уж и масштабной. Куда бегут эти птицы или от чего? Пишите свои догадки в комментариях. Когда лень передвигаться на своих четырех копытцах по загону, на помощь козленку приходит черепаха, которая с удовольствием катает своего товарища. Ставьте лайк, если досмотрели до конца. Субтитры делал DimaTorzok Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы первыми смотреть мои новые видео. С вами была Марго. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok